В течение года воспитанники отделения фортепиано и электронных инструментов усердно трудились, разучивая выбранные произведения, участвовали в конкурсах, фестивалях различного уровня. И вот пришло время продемонстрировать свою подготовку и мастерство на отчетном концерте отделений. Тему продолжит наш корреспондент Лариса Вольнова. Традиционно свои выступления показывали учащиеся, которые выгодно отличаются уровнем исполнения. Слушая их и наслаждаясь музыкой, можно было действительно ощутить атмосферу прошлого, времени, когда она была написана. Я пытаюсь передать всю ту энергию, всю ту боль в произведении автора, композитора, который пишет. Я пытаюсь передать это людям. Ту энергию, то состояние души человека, всё пытаюсь передать залу. Познать волшебный мир удивительного инструмента ребятам помогают преподаватели. Учиться на фортепиано необычайно интересно, но чтобы достичь даже минимального успеха, надо много трудиться. Конечно, ребёнок должен иметь хороший слух, дабы слышать. Нужна хорошая голова, чтобы понять, что и как должно прозвучать. Это однозначно. Но руки, пока они не наработали своё, они не слушаются. Как бы хорошо голова ими не управляла, как бы душа не чувствовала музыку, но исполнительство там идёт всё-таки руками. Зрители увидели разнообразную программу, в которую вошли классические музыкальные произведения. Интересно было послушать фортепианный дуэт и оценить искусство совместной игры двух учащихся. Воспитанники отдела электроакустических инструментов также представили свои лучшие выступления на отчётном концерте. Мне нравится принимать участие в концертах, потому что мне хлопают, мне радостно. Класс синтезатора в школе небольшой. Здесь обучаются 39 детей. Но он постепенно разрастается, ведь электронные инструменты завоёвывают огромную любовь среди музыкантов. Представляя себя настоящими артистами на сцене, ребята исполняли классические и современные произведения. Это очень большое переживание, как это воспримет твоё выступление зрители. Но иногда с этим бывает справляюсь, а бывает нет. Синтезатор – инструмент электронный. Конечно, звук у него не такой живой, как у пианино. Но зато он даёт возможность играть разными тембрами. Можно играть звуком скрипки, трубы, рояля, клавесином. Я могу уже подбирать сама стили, могу подбирать звуки, вступление свои, делать ставки. Юные исполнители продемонстрировали хорошее владение инструментом, профессионализм и выразительность. В завершении концерта все участники были награждены дипломами. Лариса Вольнова и я, Дамия Наталья Вуслаева, Видное ТВ.